Здравствуйте! Здравствуйте! В эфире программа «У книжной полки». Ее ведущая Наталья Казанцева. Книги издательства Сретенского монастыря наверняка есть в доме каждого верующего человека, в каждом храме, в каждом книжном магазине. А самое заметное и привлекающее внимание является «Зеленая серия надежды». Начиналась она с книги митрополита Тихона Шевкунова «Не святые святые», а затем вышел целый цикл с зеленой обложкой, и серия продолжает пополняться. Авторы выпущенных сборников на первое место ставят промысел Божий в жизни людей и предназначают свои издания широкой аудиторией, даже для тех, кто не причисляет себя к верующим. И сегодня мы предлагаем вашему вниманию очередную книгу из этой серии. Она называется «Прощай грусть». Православие – это мир чудес. Чудесам здесь не удивляются, а радуются. Говорит священник Игорь Сильченков, автор этой книги, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы, села Рыбачье, Алуштинского благочиния Симферопольской епархии. Приход храма ведет большую духовную и социальную работу. При нем был создан духовно-просветительский и паломнический центр «Фавор» в курортный сезон, выполняющий функции православного пансионата. Его деятельность направлена прежде всего на миссионерство, воцерковление, духовно-психологическую реабилитацию и общее оздоровление приезжающих паломников. Отец Игорь возглавляет миссионерский отдел Алуштинского благочиния и более 20 лет пишет рассказы. Они получили большую популярность среди читателей в интернете и, наконец, были изданы отдельной книгой, издательством Сретенского монастыря. В сборник вошли рассказы, герои которых в большинстве — прихожане Покровского храма, паломники православного центра «Фавор», люди, обратившиеся к отцу Игорю за духовной помощью или просто встреченные батюшкой на его пастырском пути. Это истории о неслучайных случайностях, о молитве, вере и любви, о преодолении испытаний и помощи Божией, о радости жизни с Богом. Отец Игорь — тонкий наблюдатель, опытный пастырь и хороший рассказчик. Легкие и забавные рассказы перемежаются с серьезными и глубокими историями. Открывает издание история, по словам автора, счастливая, но пронизана она щемящей сердечной тоской по Киево-Печерской лавре. Сейчас, когда православные люди сугубо молятся о ее судьбе, автор рассказывает историю 15-летней давности, связанную с этим святым местом. История одной молодой женщины Наташи, которая вдруг стала терять зрение. Причем врачи утверждали, что она совершенно здорова, а свет мерк в ее глазах, как яркость в телефоне, когда ее снижают на минимум. Познакомился с Натальей отец Игорь совершенно случайно, на пляже, хотя ничего в мире случайного нет. Разговорившись с ней, батюшка узнал, что ей 30 лет, глобальных жизненных стрессов нет, она в разводе, все уже пережито. Не, хотя она все же сказала, что три года назад сделала аборт. В завершении этого разговора отец Игорь сказал Наталье. «Я не психотерапевт, но мой диагноз такой. Ваша душа во тьме, она не может смириться с потерей ребенка. Разум все логично объяснил, а тьма души и глаза вам застилает. Вы подумайте, надо в храм идти, исповедовать. Я бы пошел в Киево-Печерскую лавру. Там можно до краев напиться благодати. Просто походите там, подумайте. Может, и помолиться сможете». Мне, говорит автор, было за 30, но опыт священческого служения был небольшой. Тогда я простился с Натальей и только через пару часов понял, что произошло нечто неслыханное. Во-первых, я никогда не вмешивался в чужие разговоры. Во-вторых, я никогда не проповедовал на пляже. Всегда считал, что для проповеди нужен солидный вид, как минимум брюки, а лучше подрясник. В-третьих, слова были не мои. Я бы от себя так не сказал. То, что так весомо прозвучало из моих уст, было силой, мощной духовной силой, которой мы, смертные, не обладаем, а можем только призывать на помощь. Через меня, недостойного Иерея, совершалась воля Божия. Я даже задохнулся от избытка чувств и пошел молиться о Наталье и ее раненой душе. Я ждал, что у этой истории будет продолжение. Письмо на адрес нашего храма пришло уже перед Рождеством. Наталья благодарила и захлебовалась от избытка чувств. О том, что с ней произошло, автор рассказывает далее в книге. Рассказ называется «В потьмах и босиком». Именно так, практически ничего уже не видя, с поврежденной ногой пришла Наталья в Киево-Печерскую лавру. И там произошло не только исцеление телесное, но и преображение духовное. А вот следующий рассказ «Хочу к ангелам» напомнить читателям о словах Господа «Будьте как дети». Ведь порой кажется, что они знают многие тайны духовного мира. Как повествует автор, в селе рыбачьим детский сад, как и школа, находится рядом с храмом. «Кажется, только руку протяни». Но не всем хватает жизни, чтобы дотянуться до храма. А бывает еще и такое. «Я, — говорит отец Игорь, — открывал калитку храма и увидел любопытную картину. Энергичный мальчишка лет четырех-пяти шел в детский сад с мамой и, как я предположил, с бабушкой. Когда они поравнялись со мной, малыш начал упираться и капризничать. «Не хочу в детский сад, хочу к ангелам». По словам автора, он даже замер. Как неожиданно! Мама, очевидно, опаздывала по своим делам, потому что тут же возмутилась. «Опять ты капризничаешь! Хочу к ангелам, а не вон там!» Парень показал на крышу нашего храма. Мама раздраженно произнесла. «Хватит кричать, не куплю тебе машинку красную!» «И не надо! К ангелам хочу!» Мальчик остановился и уже вис на руках своих сопровождавших. Бабушка озадаченно спросила. «Правда ли, что ли, ангелы? Вон там, с белыми крыльями! Вы что, слепые?» Мальчик уверенно снова показал на крышу храма. И тогда бабушка вымолвила грустно. «Слепые мы, детка! Давай так! Сейчас идем в детский сад, а в воскресенье к ангелам идет?» «Идет!» «Они кивнули мне, — говорит отец Игорь, — и пошли дальше». А мальчик все время оглядывался. А потом он помахал ангелам рукой на прощание и хитро улыбнулся мне. «Бол, мы-то с вами знаем!» Участники этой незабываемой сцены пришли на службу в следующее воскресенье. Женщины стеснялись, а вот мальчик, которого звали Егор, в крещении Георгий, радостно носился по храму. Дети еще помнят, где их настоящий дом. Эти и другие рассказы, вошедшие в сборник «Прощай, грусть», после прочтения оставляют светлые чувства любви и надежды. Истории написаны без лишних нравоучений, с легкой иронией и любовью к пастве. Они — о внутреннем преображении человека, о понимании того, что в самых разнообразных ситуациях надо полагаться на Господа, который нас бесконечно любит и не оставляет никогда. Он тонко, терпеливо и мудро посылает людей и обстоятельства, чтобы вывести человека к свету. Эта книга, по словам издателей, будет интересна всем, кто любит непридуманные рассказы, истории из жизни священников и книги «Зеленой серии надежды». Дорогие друзья, на этом время нашей программы подошло к концу. Я с вами прощаюсь и напоминаю, что новинки православной литературы вы можете найти в церковных книжных лавках и православных библиотеках. Желаю вам интересного и полезного для душечтения. Всего вам доброго, до свидания, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok